всем привет приехал на выставку клинок точнее сегодня заезд я приехал чтобы взять пропуска для машины гостевые пропуска сейчас я вам покажу как там все все суетятся распаковывается такое ну прям народ в предвкушении вот это такая атмосфера интелли мне нравится вот ходить среди когда эти стенды заполняется смотреть вот надеюсь сейчас мне пропуск пресса дадут надо взять гостевые пропуска завтра я сделаю обзорную экскурсию по выставке то есть в этот раз я буду снимать на маленькую камеру то есть не на профессиональную так у каждого интервью брать там со светом с этим скорее всего на эту камеру что снимаю сейчас и просто расскажу завтра будет василий мячиков мы с ним договорились встретиться обязательно к нему подойду ходарченко подойду к евгению будет влад матвеев с брянска клин это клиночники прям а завтра должен быть леонид борисович архангель а и Продолжение следует... 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 Практически все композиции... Продолжение следует... 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 Вот этот орех, корень американского ореха, мне его привезли под заказ с Америки. Один брусочек, он именно темный прям, и он очень плотный, то есть это как бы, ну, очень качественная деревяшка. Вот эта деревяшка обошлась дороже, чем брусочек Айрон Луна. То есть есть даже порода деревьев, которые довольно простые, но если у них класс очень высокий, то она может стоить дороже, чем что бы то ни было. Ну, кинжал, да, его, наверное, все уж видели, тоже совместная работа Артхаус, Евгений Ходорченко клинок делал, остальное делал я. Тут конкретно Блэквуд Гренадил, инкрустация, тоже довольно долгая работа, где-то три с половиной месяца. Пришлось изучать историю тамплиеров, официальную, неофициальную, ну и как бы все это очень сильно разница оказалась как от официальной истории. Ну, тут ножны стоят дороже, чем сам кинжал, в общем-то. Ну, то есть если вот так вот брать кинжал, да, и ножны. То есть, но с ножнами работа, она гораздо сложнее. Символы тамплиеров. Ну, инкрустация серебром, как обычно, как обола. Ну, и все символы, которые были, которые я нашел, которые они использовали. Ну, в общем-то, даже я не знаю, что еще рассказать. Вроде про это уже много сказано, но вот так вот, в общем. У меня черно-белый цвет. Ну да, контрастный, да. У меня черно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как-то вот последний из крестоносцев госпитальеров мальтийских рыцарей... Продолжение следует... Продолжение следует... В основном коллекционеры, которые мои, они насытились уже... Сейчас новые просто коллекционеры должны быть... Эта выставка является для создания базы твоих коллекционеров, которые интересуются именно твоими названиями... Продолжение следует... Вот такая вот авторская вещь... Приходите на стенд Александр Корзен... Мастер на рукояти Дима Афанасьев... Город Тула... Ждем на стенде Александр Корзен... Вот очередной шедевр... Мастера Валерий Дурченков... Мастерской Александра Корзена... Валерий... Особый респект и уважение... Чужой просто... Шедевральный, я так скажу, получился... Нечасто такая работа попадает в руки... Приходите на стенд... Клинок... Алексей Матвеев... Штучный... Именно под этот нож... Все из кости... Гарда серебро... Гарда серебро... Гарда серебро... Продолжение следует... Волота... Волота... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 2, 3, 5, 10 часов сидеть, вот это ручками тереть. Здесь, по сути, мы ставим клинок, и единственное, что нам требуется, это время от времени подходить, проверять, наносить алмазную пасту, а сам процесс практически полностью механизированный. Клинок крепится в струбцинку. У нас есть возможность регулировать наклон клинка, регулировать положение линии рекасса, то есть, практически, ну, и ко всему прочему, еще плавающий притир, то есть, он полностью повторяет, как бы, контур плоскости клинка, вот, так что, по сути, ну, тут идеальная штука для... Это первый станок вы решили попробовать, да? Это вот первый, да, первый собранный образец, да, он уже продан, вот, и делали его тоже, там, совместно, как бы, совместно, ну, изначально под потребности мастера, вот, но, в принципе, они однозначно будут делать, как бы, будут делать серийно, я думаю, что где-то в ближайший, там, в ближайший месяц они уже, скорее всего, даже на склад встанут, вот. Я не видел. Я показал, это у вас, это самое, для них, наоборот, вот такое, вот, силий. Я Василий Мячиков. Кузнец-оружейник из города Тверь приехал на выставку, вот, буду выставлять такой скромный кинжал. А в какой категории, власть? А может, и займут. Вообще, выгони с пожором, да, как бы сказать? Да, 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 запросто. Всем доброго, здравия, наши дорогие друзья. Сегодня у нас выставка клинок, собственно говоря, и мы выставили опять наш замечательный товар, тоже создан вот этими лапками. Вон, Макс, собственно, его тоже можно показать. Он, собственно говоря, шлифует эти замечательные клинки. Мы привезли кухоньку, прям очень интересную. Это 440С с Крио, с цементацией, отлично обработанный нож, это универсал. И вот эти ножи, собственно, одни из самых популярных. И также мы делаем средние ножи и супер-шефы, так называемые. Все ложится отлично в руку, очень удобно работать. Нож легкий, в обухе в начале 3,5 и идет на клин. В общем, ножи обалденные, ничего к ним не липнет. Как бы в этом плане они прям очень обалденные. Рукоятка у нас гибрид. Соответственно, капклена отлично держит влагу. Также, собственно, тяпка Гойда. Это то, что мы, собственно говоря, сделали вместе с Иваном Ивановичем Охлобыстинным. У него такая же на кухне. Собственно, после его слов к призыву к действию, вот мы соорудили эту обалденную вещь. Вещь неубиваемая, старый 60С2. Ну, как говорят, пружина рессорная. Здесь немного углерода, но оно будет работать, работать, еще раз работать. Достанется такая вещь еще вашим пра-пра-пра-правнукам. Также, естественно, мы взяли нашу классику. Это К-340 в термоцикле. Обалденные ножички, такие небольшие. Собственно, осталось их, как видите, очень мало. Топовый ножик «Бычак». Тоже, собственно говоря, шикарный, просто работяга, который будет служить верой и правдой долгие-долгие годы. Ну, а теперь к топчику. Топчик, нож «Победа». Такой же есть, собственно говоря, у нашего президента, который Владимир Владимирович. Ему подарили такой ножик. Техника «Санмей». Ламинат, обкладки из «Нерж Дамаска» по центру «Необулат» на К-340. Также, ножи тоже в технике «Санмей». В обычных обкладках из «Нерж Дамаска» по центру «Необулат» на основе М-398. Ну, сейчас, Макс, достань мне складничок. Складничок? Да, наш. Амулетик. Ну, и, собственно говоря, самое то, что долго просили люди. Это складники с «Необулатика». Они есть как в обычном ламинате, так и, собственно, в «Нерж» обкладках. На топовом дереве. Это «Айронвуд». В общем, много чего интересного и хорошего. Так что, дорого и богато. Что еще рассказать. Привезли еще торцевых досок. Наши друзья начали нам их делать. Мы их, собственно говоря, реализуем. Ну, и моя гордость, я бы сказал тоже. Это вот направление, которое я развиваю уже, наверное, второй год полноценный. Это ремни. Сейчас много кто ездит с ремнями, но они ездят в основном с ремнями, которые они перекупили или еще что-то. Это уже, собственно, и производство. Вот наши бляшки, собственно, и сделанные вот просто для нас. Это русская верста, волки. Также мы используем итальянскую фурнитуру. Вот ремень довольно дорогой. Это с английской кожей. Прям топовые качества. Такие ремни стоят в магазинах 25-30 тысяч, именно фирмовых. Они у нас стоят по 8-9 тысяч. Но они действительно классные, стоят этого. Ну, и, собственно говоря, ассортимент. Вот тоже Харлеевская пряга. Тоже полностью наша, наша разработка. Вот и до уникальные ремни. Вот их осталось 9 штук. Их было сделано в этом году 11. Вот два мы уже продали. Соответственно, тоже вот у нас волки наши. Ну, в общем, ушел тоже немножко в ремни. Почему? Потому что хочется, как и с ножами, отдать вам самое лучшее. Как бы и сам ношу то же самое. И вам хочется дать хорошего качества. Потому что все, что мы делаем, мы делаем своими лапками. А, вон Максик тоже. Полностью собственная продукция. Что производим, то и надеваем на себя. Вот, так что, как-то так вот. Такие у нас пирожки с котятками. Я желаю вам всех благ, всего самого наилучшего. Того, что вы желаете нашей кузнице, лично мне, вернется к вам в миллиард раз больше. Я вас в этом уверяю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok